Александр Твардовский с детства писал стихи, однако его жизнь в большей степени была связана не с поэзией, а с журналистикой. На фронт Александр Трифонович Твардовский ушел военным корреспондентом газеты «На страже Родины» в 1939 году, когда шли тяжелые бои за Финляндию, а вернулся к мирной жизни лишь весной 1946 года. За семь лет фронтовой жизни автор успел объездить не только всю Россию, но и Европу, опубликовал сотни очерков и военных сводок. В то же время Твардовский много писал произведений о Великой Отечественной войне, которые сегодня воспринимаются как иллюстрации к тем далеким и страшным событиям. Примечательно, что, оставаясь верным журналистским принципом, Твардовский и в лирике старался передавать все увиденное, либо услышанное с поразительной точностью. Это относится и к стихотворению «Рассказ танкиста», созданному поэтом в 1942 году. Оно было написано со слов очевидца, одного из участников танков боевого сражения. Однако создается впечатление, что Твардовский лично видел все то, что происходило на пыльной улочке небольшого провинциального городка, который советские войска пытались отбить у фашистов. Стихотворение начинается с сожаления о том, что рассказчик не успел узнать имя главного героя повествования, местного мальчишки лет 10-12, из числа тех, кого принято именовать бедовыми. Они заводили в любой компании, инициаторы дворовых драк, а также верные помощники русских солдат. Один такой сорванец и подошел к советским танкистам во время боя, чтобы показать, где именно находится огневая позиция противника. «Стоит парнишка, мины, пули свищут, и только рубашонка пузырём» — именно так описывает поэт героя своего произведения. Солдатам-танкистам не оставалось ничего иного, как взять с собой юного смельчака на броню и, руководствуясь его указанием, зайти в тыл к противнику. В итоге, как вспоминает очевидец тех далеких событий, эту пушку заодно с расчётом мы взяли в рыхлый жирный чернозём. Солдаты поблагодарили своего помощника и, словно взрослому, пожали ему руку. Но вот имени мальчишки никто спросить не догадался, о чём участники тех событий искренне сожалеют. «Из тысяч лиц узнал бы я мальчишку», — отмечает танкист, — которому, по сути, этот сорванец спас жизнь. Однако солдат понимает, что таких юных героев можно было встретить в каждом городе. Рассказ танкиста посвящён детям войны, которые защищали свою родину наравне со взрослыми. Рассказ танкиста Был трудный бой, всё нынче как в прослонку. И только не могу себе простить, из тысяч лиц узнал бы я мальчонку. А как зовут, забыл её спросить. Лет десяти-двенадцати, бедовый, из тех, что главарями у детей, из тех, что в городишках при фронтах, встречают нас, как дорогих гостей. Машину отступают на стоянках. Таскать им воду ведрами не труд. Приносят мыло с полотенцем в танку, и сливы недозрелые суют. Шёл бой за улицей, огонь врага был страшен. Мы прорывались к площади вперёд. А он воздит, не выглянуть из башни. И чёрт его поймёт, откуда бьёт. Тут угадай-ка, за каким домишком? Он примостился. Столько всяких дыр. И вдруг в машине побежал мальчишка. Товарищ командир, товарищ командир, я знаю, где их пушка. Я разведал, я подползал. Они вон там, в саду. Так где же, где же? А дайте я на танки... А дайте я поеду на танки с вами. Прямо приведу. И вот мы... Ну что ж, бой не ждёт. Влезай сюда, дружище. И вот мы и катим к месту вчетвером. Стоит парнишка, пули, мина свищет. И только рыбашонка пузырём. Подъехали. Вот здесь. И с разворота заезжаем в тыл. И полный газ даём. И эту пушку, заодно с расчётом, мы вмяли в рыхлый, жирный чернозём. Я вытер пот. Душила гарь и копоть. От дома к дому шёл большой пожар. И помню, я сказал, спасибо, хлопец. И руку, как товарищу, пожал. Был трудный бой. Всё нынче, как в просонку. И только не могу себе просить. Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку. А как зовут, забыл его спросить.